Кладывать деньги в ювелирные украшения в период кризиса советуют эксперты-оценщики. За последние дни мировые цены на золото значительно выросли. В Шумкенте стоимость одного грамма драгоценного металла варьирует от 8,5 до 14 тысяч тенге. Цена зависит от пробы и качества изделия. Эксклюзивные брендовые модели стоят гораздо дороже. В ювелирных изделиях всегда было выгодно хранить свои вложения, потому что золото всегда представляет ценность, в цене растет. Я не скажу, что в каком-то там предпочтительнее. Это на любителя, кто предпочитает желтое золото, кто предпочитает красное золото. Поэтому это такой чисто индивидуальный подход. Проба содержания золота в изделии. Самая распространенная у нас 585-я проба. Ну, конечно, сейчас люди уже знают 750-ю пробу, тоже пользуются спросом, так как эта проба все-таки выше идет. Грамм золота в городских ломбардах сегодня принимают от 5800 до 5900 тенге. В связи с девальвацией стоимость одного грамма драгоценного металла выросла на 1500 тенге, говорят оценщики. Резкий рост цен на ювелирные изделия вызвал настоящий ажиотаж среди шемкенцев. По словам сотрудников ломбарда, желающих сдать золотые украшения хоть отбавляй. Раньше мы по 4000 принимали, оценки у нас были по 4000 золота за грамм, а сейчас принимаем по 5000 за грамм. Клиентам это выгодно и клиенты этому рады. Резкий скачок цен на золото эксперты объясняют беспокойством инвесторов в связи с финансовой нестабильностью и низким курсом доллара. Акции золотодобывающих компаний в этом году также в лидерах роста. «Конечно, рост, который мы наблюдаем, не означает, что цена будет расти на 60 долларов каждый день. Но тренд теперь на повышение, что стимулирует дополнительные продажи на основе динамики. В ближайшее время цена будет только расти». К слову, на мировом рынке повысилась цена и на другие драгоценные металлы. Так, стоимость унции серебра выросла почти на 2% до наивысшего показателя с ноября прошлого года. Подорожала и платина на 1,2%. Ксения Поленицы, Эльдар Жунусканов, Роман Примколов, информационная служба, телекомпания «Утрар».